Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вчера я начала серию видеороликов о различных методах, способах обработки теплицы. Я показала, как я обрабатываю теплицу с помощью брызгалки фитоспорином и сказала, что если у кого есть приспособление для мойки автомобилей, то оно прекрасно подходит для обработки теплиц. Потому что многие моют свои машины этим устройством, но не знают, что оно может помочь нам весной или осенью обрабатывать теплицу. Раствор, тот же самый фитоспорин, я развожу одну столовую ложку рабочего раствора на ведро, погружаю туда шланг. Вот вчера я сказала, что не смогла завести. Мне муж просто сказал, что когда под напором водопровод, он работает сам, а тут немножко нужно, чтобы вода, ну воздух удалить. И вот сегодня я уже с щеточкой не мучаюсь, а буду промывать вот эти. Быстрее в 10 раз, ясно, что тут такой напор, что выбивает грязь из всех вот этих, значит, металлокомпульсов. Можно вымыть все, все, все. И очень хорошо достает потолок. Я вот маленькая, я до потолка просто тряпочкой не могла бы достать, но вы представьте, или тряпочкой протирать вот этот потолок, или брызгалкой, или этим. Вот я сейчас всю теплицу одна за 10 минут обработаю. Промывать после фитоспорина не надо, потом здесь будет конденсат, он весь течет, фитоспорин туда. И самое главное, делайте упор вот на эти нижние. Потому что здесь очень много всякой плесени, налета, и мы промываем не только из-за того, что грибковые удалить. Еще нужно вернуть нам прозрачность поликарбонату, потому что он становится, ну от этого налета за лето, не очень прозрачным. Всего 2-3 ведра, и всю теплицу можно обработать фитоспорином. После этого грунт можете полить фитоспорином, можете полить медным купоросом, можете полить раствором органцовки, хоть чем. Но вот эта обработка, ускоренная с помощью автомоек таких вот, у нас вот простая, дешевая какая-то, китайская, подходят любые. Она очень облегчит ваш труд. Все, до свидания!